Меня зовут Иван. Очень смешная фамилия, громко не смейтесь. Зайка. Уши не хватает и хвоста еще не хватает. Ну, город Киев. Зайка, ну ты такой маленький, тебя действительно хочется как-то вот так вот, знаешь, защитить от всех. Маленький, тщедушненький. Сколько лет тебе? 25. 25. Чем занимаешься? Пенсионер-хореограф. Пенсионер-хореограф? Рано ты как-то. Ну, вот так получилось. Домохозяин. А в каком стиле ты учишь танцевать и сам умеешь? Балет. Балет? То есть классический? Классический, да. Спортивный балет. Балерун, слушайте, у нас первый раз такой. Бывший. Практически Николай Цоскоридный. Ну, не-не-не-не, мне далеко я еще туда. Ну, хорошо, расскажи, к кому ты все-таки пришел и с какой целью? Ну, с какой целью? На людей посмотреть, себя показать, вот. А к кому пришел тут бабик? К Римке, к Римке. К Римке. Да. Ну, тебе не кажется, что это будет такая пара, честно говоря, опасной для жизни, понимаешь? Она тебя придавить может, задавить. На одну положу, а другую задавит. Ну, ничего страшного. Нет, а что тебе, вот скажи мне, ты вот все-таки по комплекции такой человек, ну, щупленький, мягко говоря. Что тебя привлекает в такой большой женщине, как Рима? Потому что она с того же города, откуда и я вообще приехал. То есть для тебя физические параметры менее важны, чем то, что человек-земляк. А представляете, если он возьмет это самое, она возьмет его фамилию. Не, она будет уже там поболее, да. Ну, хорошо, а вы, молодой человек, как вас? Меня долгий зовут все. Хорошо, а вы к кому? Саша, ну, мне скажешь, ты хотела что-то поговорить со мной? Да, вот новый мальчик Иван Зайка, он сегодня потерял телефон. И я просто его нашла вот именно здесь, в этом доме. Как-то странно, он потерял, а ты тут же его нашла. Ну, я просто зашлась. Любительница чужих телефонов? На самом деле, я не любительница чужих телефонов. Просто меня совершенно другое удивило. Я никогда вообще не лазила в телефонах, мне это совершенно неинтересно. Но как-то так получилось, то ли он выпал, то ли нажалась кнопка, высутились смс. То есть, ты знаешь, открывается смс, там входящий, да. Я открыла это сообщение. И сообщение... Ну, какая-то, ну, Саша, нормальный человек, ну, вам можно читать чужой телефон. Ксюш, мы находимся на доме, и я встречаюсь с очень ярким участником, да, с Рустамом именно. И о Рустаме ходят легенды, о Рустаме ходит очень много разговоров, и в периметре тоже. Что Рустам нет традиционной ориентации. Я только не совсем понимаю, причем с телефоном, но... СМС, СМС Ивана, там были такого характера, не могу просто даже их пересказывать. Ну, что у них, что... Ну, покажи, он у тебя, Витя. Что Рустам имеет некую связь с... С мужчинами. Новый щупленький балетный парень? Да, новый щупленький балетный. И даже нервничаю, если честно. Я... Я в такой ситуации, просто, понимаешь, у меня... Сейчас... Что он выключил? Это вот телефон этого парня. Телефон этого парня. Вот, Русь. Русь, дом 2. А это его телефон? Может, он просто так записан? Я уверена, что это его телефон. Малыш, как ты? Иди спать. Спи, коте. Слушай, кошмар. А это единственное, с кем он переписывается? Наверное. Вот, потому что... Видишь, он был так и открыт на этих сообщениях. Почему я... Целую повсюду. Ты понимаешь? Ну... Я уже скучаюсь. Слушай, не каждой девушке такие сообщения шлют. И почему сладкие масси, это, извини, это просто... После поцелуев, что... Обожаю тебя. Вот, посмотри, что он шлют. Слушай, а с кем он-то здесь? Рустам вообще флиртует или... Да. Это я пресекаю. Я просто понимаю, на самом деле, у меня вообще... Я склонна думать. Я не утверждаю. Я не имею права этого делать. Ну, что с Тарасом есть некая какая-то симпатия. С Тарасом? Есть некая симпатия, да. Слушай, Тарас вообще всегда с девушками. Плейбой. Одна, вторая, третья. С Тарасом. Да, на самом деле, потому что они вот бегают на пробежку. Они ведут. То есть, я вот захожу в комнату, да, к Рустаму. Тарас лежит у него на колене, там читает журнал. Он постоянно... А вчера, вчера совершенно я обалдела. Мы с Рустамом лежим на кровати. Я вот так его обнимаю. Подходит Рустам, Тарас, к Рустаму. Дай я тебя отшлёпаю, как сучку. Он прям при мне это говорит. Иди к мне вчера. Слушай, ну а что же теперь делать? Что ты вообще собираешься делать с телефона? Ты собираешься его просто вернуть или поднять эту тему? Я собираюсь... Ну, поскольку мы с тобой же сегодня разговариваем об этом, умалчивать, это нет смысла. Потому что я себя чувствую гадко. Чё такой грустный? Обычный. Чё, плавать пойдём? Да, сейчас вот я беру плавки, переодеваюсь. Сейчас ещё позвоню. Ты своим всё звонишь? Кому своим? Ну, чё, я надеюсь, не ведёшь никого в периметр в ближайшие два дня? В ближайшие два нет. Хочешь, я тебе прочитаю сообщение? Давай. ТНТ опять вечерком в девять. Мне тебя покажут. Наплевать, с кем ты всё равно. Ты мой. Моё сердце скажет моя любовь. Не сладка ведь, я твоя фанатка. Неизвестно от кого? Угу. И такие целыми днями. Конечно, надо на балконе прибраться. У нас очень грязно. На балконе, да, здесь. А она себя не показывает, и мама с ней присылает. Угу. Страшное значит. Слушай, скажи, пожалуйста, ты случайно ничего не терял сегодня? Я? Я? Пожалуйста. Телефон потерял. А где он мог выпасть-то? Ну, ты знаешь, он не то чтобы даже выпал. Вот мне его принесла Саша Харитонов. Угу. Вот. И ты знаешь, уж не знаю, специально ли или случайно, она зашла у тебя в твои сообщения. Да уже поздно, можешь не выхватывать, уже там всё почитали. Угу. Ну и что? Ну и как ты можешь это объяснить? Эти сообщения... Сообщения от Рустама, да. Присылал он мне СМС. И всё. То есть у вас знакомы? Да, знакомы. А почему ты не сказал об этом налогном месте? Не стал афишировать. Ну как же, но мы же говорили о том, знаешь ли ты кого-то здесь, не знаешь. Почему ты решил скрыть этот факт? Что такого криминального в вашей СМС? Ну не хочу, чтобы обо мне подумали плохо, да, то есть как бы СМС вы читали. Да, вот я думаю, что вы читали СМС и как бы обо всём догадались, да, соответственно. Я не хочу, чтобы обо мне, вот этим СМС, думали очень плохо. Ну а скажите, вы такой же, как Рустам? У вас была какая-то связь или в чём? Нет, мы просто знакомы с ним, и всё. Ну иди сюда. Ты хочешь сохранить инкогнито наш разговор? Инкогнито, да. Там эти СМС-ки? Да. Ну ничего страшного, ты объяснил это, я надеюсь? Нет, я не объяснял. А что ты ей сказал? А? А что ты ей сказал? Ну ничего. Я сказал, что у меня не было с тобой интимных связей никаких. Я говорю, я не знаю ничего. То есть я с человеком общался, да? Я сказал, что я просто с тобой общался, понимаешь? Мась, смотри. Я тогда думал, что это Настя, я записал её как Настя-балет. Она у меня так и записана. И последующие СМС-ки от вас двоих я получал как от Насти. Какой ужас, честно говоря. Это нормально вообще? Я нашла этот телефон, ты вообще... А как ты его вообще, Саш, представляешь, тебя потянули? Ты можешь послушать, как меня потянуло? Мы зашли с ним в каминную, когда он только пришёл. И он, у него уже эти карманы, он выронил его. И я захожу в каминную, кого-то я искала. Здрасте, Рустам, да. Ты со мной поговоришь? Вот я тебя искала. А я вот здесь, пошли поговорим. Она потом с вами поговорит. Не, Рустам, тут на самом деле понятно, но что-то гейтер, это непонятно. Что? Ничего. Слушай, Мась, пошли сюда. Я... Что тебе там понятно? Давай я тебе. А чего мне объяснить? То есть я всё прочитала, я всё... У меня всё есть, у меня вот телефонная рука. Хорошо, слушай, ну то, что ты прочитала, мне вообще всё равно. Смотри, я тебе сейчас расскажу. Ты не хочешь? Я слушаю. Давай ты меня послушаешь. Конечно, конечно. Давай. Я получил СМС-ку довольно давно, может, месяц назад. Здравствуй, Рустам, я твоя фанатка, меня зовут Настя. Всё такое. На которую я ответил. И последующие разы я отвечал на неё. Понимаешь? К сожалению, я не сохраняю СМС-ы, которые я получаю, и которые я отправляю. У меня есть этот телефон. Я не отказываюсь от этого, от всего. Смотри. Я не знаю, я в такой же ситуации. Слушай, Саш, ни в какой ты ситуации не находишься. Я тебе сейчас всё объясняю. Да, сейчас... Смотри, я общался через СМС-ки с девушкой Настей. Вот за это мне стыдно. Вот и всё. Здесь у меня так и записано. Настя, балет. Понимаешь? Потом, в конце концов, оказалось, что это девушка Катя. А где ты с ней познакомился? Вот сюда. Пришла СМС-ка на этот телефон. Ты мне говорил. Я помню, лежала, пришла СМС-ка. Причём на кровати при мне. Я хорошо помню. И я тебе что сказал? Ты же, Настя, балет, девочка одна пишет. Я помню. Помнишь это? Это было несколько дней назад. Я тебе сказал, что переписываюсь с девушкой из балета. Извини, что я, может быть, неправильно сейчас с тобой общаюсь. Я действительно волнуюсь, потому что я хочу, чтобы ты мне верила. Я тебе верю. Можно мне теперь сказать? Можно. Можно мне сказать? Да. Послушай, Рустам. Есть некий Тарас у нас на проекте. Я вижу, как вы с ним общались. Я вижу. И что вчера он тебя бил по попе? Говорил, да я тебя шлёпаю, как сучку. Послушай меня. Послушай меня, как ты с ним обнимаешься. И как вы с ним идёте на пробежку. Я всё это видела. Я это всё хавала, Рустам. Я хавала тот момент, что все люди это замечают. Я хавала те моменты, что ко мне подходили и говорили, что ты с мужиками. Я хавала те моменты, когда говорили, Саш, ты что, не видишь, что он такой? Я всем закрывала рты. Саш, ещё раз тебя прошу. Я тебе даю какие-то поводы для беспокойства здесь на проекте. Да, даёшь. Я, а, с Тарасом? С Тарасом. Я буду себя так себя вести, как мне хочется. С Тарасом или с кем ещё. Конечно. Слушай, скажи, нет, подожди. Стоп, не надо уходить. Ты. Ты, нет, 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 подожди, подожди, я не собираюсь сейчас. Какая проблема? Нет, надо закончить разговор. Мы сейчас с тобой не выйдем из-за этих отношений, он сейчас успокоится, я ничего пойду. Хорошо, хорошо. Мне очень больно, мне очень грязно. Я вообще чувствую, отвратительно. Потому что сейчас... Вот, скажи мне, зачем ты говоришь эти слова? Они тождественны нам, с тобой мне отвратительно, грязно. Посмотри на них. Или ты считаешь, что я тебя обманываю, или ты сейчас хочешь просто покричать вот здесь под камерой, тот самый театр. Или что? Знаешь, у меня закрыли даже окно. Мне нужен театр, мне нужна жизнь. Ты думаешь, ты мне не нравился? Думаешь, я просто так тебе прихожу в голову, ложусь в кровать? Думаешь, потому что я играю в реальность? Что это для меня? Для меня это реальность. Просто там я искренне верила, что у нас тут будет секс. Я искренне верила, сука, в это верила. И когда я тебя целую, это не реальность, не камера. Скажи мне, пожалуйста, неужели ты думаешь, что я могу тебя целовать и не испытывать удовольствие? И делаю это без удовольствия. Ты мне... Ты видишь, Рустам, смотри, у тебя великолепный тон. Ты великолепный вообще. Ты прекрасный, ты умный. И сейчас я понимаю твою политику. Давай сейчас я успокоюсь немножечко. Да, я просто... Да, я очень... Да, я очень хочу, чтобы ты... Я очень хочу, чтобы ты успокоилась. Да. Я успокоилась. И давай так, надо поставить какие-то логические запятые. Я не хочу... Я думаю, что сейчас стоит многоточие. Никаких запятых я ставить, даже отделять ничего не буду. Несмотря на то, что я лжива и лицемерна, ко мне сегодня проявили внимание два молодых человека. Ну, а кто останется, узнаем на лобном месте. Встречайте, Ксения Бородина. У меня не останется, а я останется. Ну что же, расскажите, мальчики, о своем приходе. Давайте начнем с вас. Зеленые носки. Меня зовут Долгий. Это мы уже все слышали. Что нового скажете? Как прошел ваш день? Сегодня такой был хороший день. Вот, я общался с ребятами, со всеми успел пообщаться. Вот, с кем на кухне, с кем резиночку прыгали, с кем вот там что-то готовили. Сделал вот этот обряд посвящения, помыл посуду сразу за всех. За все дни рождения, которые были, я все посуду помыл, хотя меня туда не звали, но вот решил вот так вот. Пришел я сегодня к Яне. Оказывается, нас было трое сегодня. То есть я, зайка и история какая-то великолепная. Ну, похоже, ярче всего получилась история. Ну, потом я на втором месте, как я считаю. И вот зайка, соответственно. Вот, и как бы, ну, вот так провел хороший, позитивный такой цветной день. А что же за история сегодня случилась? А это у зайки надо спросить. Зайку бросила хозяйка. Ну, вот так получилось, да, смешная фамилия. Так. Получилась история такая, да. Хозяйка или хозяин? Я потерял телефон сегодня, да, и Саша его нашла. Этот телефон. Так. Вот, и там были СМС. От кого? Вот, от Рустама Колганова. Вот. Хорошо. Саша прочитал эти сообщения. Твоим отношением с Рустамом это как-то помешает, нет? В каком смысле? У меня, я просто с человеком, как бы, просто общаюсь. И дружу, как бы, да, и все. Больше ничего. То есть мужчина тебя не интересует? Не интересует, совершенно не интересует. Хотя это два классика. Ну, Саша, ну, походу тебе волноваться нечего, чего. Вот, зайку не интересует мужчина. Сюш, на самом деле волноваться-то есть чего. Когда зайка пришел на проект, я с ним разговаривала, когда нашла этот телефон. Он мне сказал, что, знаешь, Саша, я не хочу это озвучивать. Я очень боюсь увидеть, это мои родители. Эта фраза, в принципе, говорит о многом. То есть люди, когда чем-то занимаются. Просто, что я хочу сказать. У нас у всех есть некие подозрения. Всегда ходили слухи, никогда не верим в нашу пару. Все ребята мне об этом говорили, постоянно, неоднократно меня подкалывали. Я постоянно говорила, знаешь, я не хочу это слушать, потому что все-таки человек, который со мной находится. Никто не верил в мою пару. Если ты что, не знала, что ли? Ну, а ты что, не знала, что он голубой? Нет, ребят, я думала, что он голубой, но все-таки хоть бисексуал. Но Рустам оказался полностью гей. И в этом нет ничего такого. Что смешного. Нет, в этом нет ничего такого, ребят. Рустам, говоря кому-то, варвина лесбиянка, бушина алкоголичка, та проститутка. Но ты сам признайся в том, что ты геешь. Теперь мне можно сказать, да? Да, можно. Степа гей. Я помню, да, месяц назад ты то же самое говорила Степану. Далее. Причем абсолютно серьезно. Ты меня вот так с собой рядом посадила и сказала, я знаю, что Степан любит мужчин. То, что были подозрения, что у вас тоже была связь. А, хорошо, уже у нас со Степой. Слушайте, а у меня неплохой такой хит-лист со мной. Степан. Великолепно, а никто и не говорит. Далее. Я хочу объяснить, может кто не знает, при каких обстоятельствах я стал отвечать на смс-ки. На смс-ке, я получил смс-ку когда-то давно, и причем об этом знают даже... Когда еще был гололед. Да, когда еще был гололед. И причем об этом знают мои родные, близкие, и некоторые даже из ребят могут это подтвердить. О том, что я переписываюсь с девушкой, которая танцует в балете. На самом деле, эта девушка имеет место быть, это подруга Ивана, которая просто с Ванькиного телефона писала мне. У Ивана, насколько я знаю, три подруги. С одной из них я встретился, и вместе с Ваней тоже. Прочитайте смс, будь осторожен. Да, в мужском роде. Ребят, ну вы что? А он начал сворачиваться и лгать. И не смс, а мейл.ру. Рустам, мы тебя любим таким, какой ты есть, Рустам. Я это знаю. Мне не за чем сворачивать. Подожди, будь осторожен. Это что значит? Подождите, можно ли я помолчать? Рустам. Да, мы вместе ходили в кино, и я действительно общался с ребятами по телефону подобным образом. Я этого не скрываю, я писал смс-ки. Вы не забывайте, что у чувака... То есть получается, и мне и ей писал одновременно. Да? Вы не забывайте, что у чувака, который к нам пришел, фамилия Зайка. А как вы хотели, чтобы я общался с таким человеком? А? Естественно, малыш. Это раз. Очень неприятная ситуация. Я прошу тебя, Саш. А, я хотел сказать следующее. Далее. Саш, у нас с тобой отношения следующего характера. Мы с тобой вместе сидим на лобном месте. Мы никогда с тобой не клялись. Вот здесь, вот, ребятам и всем остальным. В том, что у нас с тобой отношения, и я тебе что-то должен. Я никогда не водил тебя на свидание. Мы никогда не объявляли себя парой. Я не понимаю вообще претензий с твоей стороны ко мне сейчас. Да, ты что, жить без меня не можешь? Может, ты мне принесла детей? Сидишь с ними? Объясни мне, пожалуйста. У нас с тобой, кроме... А секс у вас был вообще, ребят? У нас были только поцелуи совершенно невинного свойства. Хорошо. А тогда я не понимаю, почему вы, когда выходите на пробежку с Тарасом, вы берете за ручки? Вот это можно? Да. За ручки? Это моральная поддержка, на самом деле. Дело в том, что Руслан очень плохо умеет. Не, я сейчас объясню. Все, чтобы это не было... Мы бежали по полю с ромашками. Морально поддерживая друг друга. Подожди, я сейчас объясню. Чтобы не было, как будто там Тарас оправдывается. Я тебе объясню, если он хреново бегает, он вообще бегать не может. Это правда. Ну и учитывая мой спортивный... Я его подпинул, говорю, постоянно беги со мной рядом, беги. А он отстает постоянно, понимаешь? Это правда привычка всех за руки брать, на самом деле. Ребят, это какой-то кошмар вообще. Вы что пытаетесь сделать идиота? Таких идиотов? Ксюш, на самом деле он допустил только одну ошибку стилистическую. Там не ромашки в поле, там гречиха. Гречиха? Да. Ужас какой. Какая романтика, малыши. Зайки мои, птички. Да, я хотела сказать, Рустам, ты сейчас ставишь в упрек, Саша, что у вас были партнерские отношения. Это очень некрасиво. Хорошо, если ты... Стоп, подожди. Можно я скажу? Это не упрек. Не в твоем случае. Хорошо, тебя интересует формальность. Объявляли вы друг друга парой, не объявляли. Хорошо, мы с тобой объявляли друг друга парой. Ты дарил мне цветы, еще что-то. Мы с тобой за все время целовались два раза. Даша, ты не забывай... Случайно. Тихо. Даша, ты не забывай, что при каких условиях мы с тобой заселились. А, нет, ты мне очень нравился, Рустам. Действительно, я была всем, что ты обманутый. Слушай, мне так... Послушай дальше. То есть ты сейчас отрицаешь, что ты гей или не отрицаешь? Я не пойму, просто твои формулировки. Ты гей или нет? Слушай, я еще раз тебе говорю, Даша. Я тебе сейчас ничего не буду говорить. Гей, не гей. Я уже здесь... Я уже все здесь... Ты не забывай, своему другу Мишу. Слушай, Миш, тебя интересует... Я люблю его таким, как он гей. Я люблю его таким, как он гей. Просто почему он... Я не понимаю. Ребят, я не знаю, что он Рустам для меня. Нет, сегодня в течение дня я понял одно. У Харитонова очень большая какая-то проблема есть ментального свойства. Сегодня отвечает вопрос. Это раз. Во-вторых, я отвечаю вам на вопросы. Дело в том, что я честно, как октябрёнок, пытался заставить себя... Мне действительно очень нравилась Саша. Но у меня не было в периметре три недели. И вернувшись, я понял, что между нами происходит некий холод. Может быть, Саша тоже это... Да, Саша, секунду. Вопрос. Даша, я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Да. Далее. Я честно пытался забыть этот холод, пройти сквозь него и пытаться наши отношения каким-то образом упорядочить. У меня ничего не получилось. И вот теперь... Может, потому что тебе нравятся мужчины больше, чем женщины? Рустам, ты знаешь, сегодня только мне нравится... Можно я задам вопрос Рустаму, Саша? Не можно отмазываться совершенно. Дайте диалог про себя. Я никогда не буду признаваться сейчас уже в том, по прошествии столького времени, находясь здесь в периметре, не буду делать эту ошибку. Никогда не буду признаваться в том, чего нет на самом деле. Если я говорю, что мне нравятся красивые женщины, значит, это так и есть на самом деле. Я хочу просто сказать такую вещь, что не нужно из меня делать какую-то такую... Я изначально хотела с ним... Он сильный партнер, я его обожаю, он очень умный, харизматичный. И действительно, когда с ним находишься, он умеет женщину завлечь. Я вам говорю, это вот одна сидит, и я сижу. Он умеет говорить красиво, он умеет целовать. Как-то мать, 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 мать. Но когда мать подходит к нему ближе, понимаешь, и то он... А, ну ты спать, да, любимая? Я тоже. И сам в компьютере, Тарас под боком, значит, там все у него сели. Тарас вечный с ним, понимаешь? И просто ведь у нас что? Построй свою любовь, я тебя люблю. Тарас, спасибо, Саша. Тарас, а тебе нравится Рустам? Рустам, как человек, это очень талантливый человек. Но сейчас отвечу... Как мужчина, я спрашиваю, Тарас. Как мужчина? Ну так, я сейчас выскажу, потом дам тебе время, и будет возможность. Тарас, я спрашиваю тебя, тебе нравится Рустам как мужчина, да или нет? Нет, естественно. Что значит, нравится как мужчина? Поэтому ты по гречихе его за руку таскаешь постоянно. Я помогаю физическую форму набрать, у человека бока валяется, понимаешь? Поэтому нужно бегать. А когда он тебе просовывает свою руку в твою голову, начинает массировать... Он завидует, вспоминает свои волосы. А ты в этот момент нежно обнимаешь его за талию. Ты это понимаешь, что у него шикарная шевелюра была? Он, увидев мои волосы, естественно, он смотрит на них и балдеет, и говорит, какие у тебя шикарные волосы. Именно так. Я хочу услышать город сейчас. Тарас, спасибо, я задала тебе вопросы о город. Саша Харидонова обвиняет Рустама в связи с новым парнем Иваном. Рустам все отрицает и уверяет, что писал сообщение на номер Вани, думая, что переписывается с девушкой. Иван же говорит, что между ним и Рустамом ничего не было, кроме дружеского общения. Однако Саша стоит на своем. Мнение жителей городка разделилось. Половина ребят поддерживают Сашу, но остальные считают обвинения пустыми. Потому что Саша приписывает склонность к нетрадиционным связям не только Рустаму, но еще и Тарасу, и даже Степану Ненчикову. Мы, честно, все в шоке. У вас сегодня прекрасный солнечный день и день Солнцева. И у нас мнение у Лены Бушиной. Да, на самом деле, привет, Поляна. Я хочу сказать, что проблема сегодняшнего Оломного не в пристрастиях. Наверное, Рустама Колганова, Солнцева к мужчинам. Это уже, в конце концов, дело каждого. И правильно сказала Саша, мы его принимаем и любим таким, какой он есть. Просто хотим хотя бы раз, наверное, чтобы человек откровенно сказал, какие у него есть, ну, наверное... Ориентации от чтения. Да не ориентации нас волнуют, а вообще хотя бы хоть раз честно, наверное, от этого человека услышать хоть что-нибудь. Я могу сказать честно, я могу сказать честно, что мне по-прежнему нравится Саша. Это честно. Она не может не нравиться. Мне по-прежнему нравится Саша. И когда я пытался влезть между тобой и Семеном, ты мне тоже очень нравилась, кстати, Лен. Я могу не раз... Может быть, это для тебя, Рустама, для вас любимая семья, это покажется каким-то оскорблением, но не вижу я в Рустаме гея. Почему-то за два года, сколько, даже больше, мы с тобой четыре года уже знакомы. Что-то я не видел тебя с мужчиной, ни в клубах, ни на каких-то тусовках, мероприятиях. Здесь ты строила отношения... А если у меня сообщение для тебя не доказательство, Виктория? Мне хочется... Ты сейчас на полном серьезе хочешь сказать о том, что Рустама никогда не привлекали мужчины. Он может говорить все, что угодно. Он когда пришел на проект, сказал, что я бисексуал, потом сказал... Мне нужны факты. Он говорит, мне нравятся красивые мужчины и женщины. Мне тоже нравятся красивые мужчины и женщины. Но почему я не видела, чтобы он состоял в связи с мужчиной? Личными своими глазами. Хорошо, вот для тебя я с нас сообщение сейчас. Но он объяснил, что он писал девушке. А то, что ты лучший, так он писал через него, может быть, комплимент Ивану, и потом разговор с этой девушкой. Нет, это так смешно. Нет, а почему вам так смешно? Я не буду признаваться, еще раз вам говорю, ребят, в том, чего нет, это раз. СМСки обвиняют, там сидишь на сайтах пишешь. Да у нас весь периметр сидит на таких сайтах, на любых сайтах. И у меня внутри, я признаюсь вам, не говорил об этом, ребята, есть установка, а об этом я уже говорил, что я обжегся здесь на отношениях два раза. Я любил двух людей в периметре. Это Люба. Да, мы тяжело расстались. Это Алена. И это закончилось, Даша, ты хочешь сказать, что я еще сказал, что я тебя люблю, и тебя тоже. Нет, 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 ты говоришь, что я люблю, а в этот раз... Далее, хорошо. Да, там может быть и Бушина отчасти, она прекрасная женщина. Далее, Ксюш, это действительно у меня было. Не зажигает, не получается. Я действительно, еще раз вам говорю, ребят, я действительно совершенно искренне уверен в том, что как нравилась мне Сашка, так и продолжает нравиться, несмотря на сегодняшний экзерцис. И я хочу для того, чтобы мы разобрались в наших отношениях, завтра пригласить ее за периметр, для того, чтобы мы наконец остались вдвоем и без камер. Ты знаешь, вот завтра с утра я думаю, что нет, я не готова завтра с тобой куда-либо поехать, вот через день, может быть, я с тобой поеду. Мне нужен день, мне нужна ночь, мне нужен день, потому что ты в своих высказываниях сейчас, когда ты начал, я понимаю, Юлитью ворачиваться, но вот это было немножечко некрасиво, что какая-то там у нас пробежала кошка, я не смог возродить, а потом послушай. Ты можешь не перевивать? Я понимаю, что когда человек лжет иногда, он должен говорить много, но не надо мне сейчас закрывать рот. Ты основываешься на своих собственных каких-то пережитых опытех, лжи, лицемерия? Какие красивые. Ну, была ложь в моей жизни, все, просто ты постоянно перебиваешь меня, я же не прошу тебя. Ты по-прежнему мне нравишься? И сказать, да, говоря о том, как ты начал, у меня пропало к ней, у меня к ней нету, и вот зачем ты сейчас баба Эфиса, ты что такая, и потом ты говоришь, по-прежнему нравится Саша. Хорошо, Саша, ты много воды, ты не согласна, завтра на свидание с местом, я так понимаю. Нет, не согласна. Хорошо, значит, мы будем ждать, когда Саша приведет свои мысли и чувства в порядок, и дальше уже решит, строить ей отношения с Рустамом или нет. А сейчас я хочу, чтобы мы приступили к голосованию и решили, кто же из молодых людей сегодня с нами остается, Иван или Сергей. И начиная с Катерины, мы голосуем. Я поддерживаю интересы девочек, и поэтому голосую за Зайку. Спасибо большое. Я вообще... Вообще, привет такой. Да. Вот они утверждают, что он гей, девочки. Кто утверждает? Но тут же ревут, что нету парней. И голосуют за гея, думая, что он гей. А он никто не сказал, что гей, неправда, ты неправда. Скажи, я сижу, слушаю, мне вот охота сказать, руку тянул, тянул. Да, говори, говори. Говори, давай, я тебе слушаю. Я уже сказал. Да, да. Все. Хорошо, дальше, Рита. Я. Это Яночка. Забыли, как зовут. Несмотря на то, что Сережа пришел ко мне, я вот здесь чувствую легкий обман в его словах. Симпатии не проявил никакой, поэтому я голосую за Ваню. Спасибо большое, Надя. У тебя тоже побежит. Я считаю, что Сергей намного более яркий, чем Зайка, поэтому я голосую за Сережу. Спасибо, Виктория. Ваня отличный парень, но я за построение отношений. Отношений, да, на проекте, поэтому Риме нравится Сергей, и Сергей пришел к Яне, я за место Яна поддержу тебя, Сергей. Спасибо. Спасибо, Даша. А мне просто интересно, если все так уверены, что это обман, почему тогда все боятся поддержать Зайку? Я поддерживаю Зайку. Спасибо. Я, соответственно, тоже за Зайку. За Зайку. Надя. Слушай, я не понимаю, как у нас девочки, поддерживая яркую историю, забывают цель проекта, где нужно строить отношения. Я считаю, что у этого парня больше перспективы построить, и я двумя руками за Сережу. Спасибо. Я поддерживаю просто Сашу Харитону за Зайку. Спасибо, город. Саш, ты по-прежнему хочешь, чтобы Зайка остался? Да, хочу. Сергей, ну я высказываю лично симпатию тебе, но голосую за Зайку. Спасибо. Я вообще хочу сказать, что изначально приход очень хороший, и два парня достойны остаться. Я не знаю, почему вы не подняли эту тему, но мы, как я уже и сказала, что очень любим и ценим Рустама, мы желаем ему искреннего счастья, может быть, что-то получится. Это Зайка. Лучше Зайка-балерун, чем лоцензий рэпер-брун. Поздравляем Зайку, он остается сегодня с нами на проекте, так что определяйте, с кем тебе лучше строить отношения с мужчинами и женщинами. А Сергея, мы идем провожать до ворот. Это был телепроект ном-2. Построй свою любовь. Спасибо. Пойдем. Ребят, Ксюш, еще. Мы хотели бы с Тарасом прямо сейчас вместе отброситься у тебя на пробежку. Ну, конечно, это уже традиция. Ребята, возьмитесь за ручки и можете бежать. Ребят, вы можете нас проводить? Проводите нас. Ну, надо все-таки идти как-то. Пробежаться, что-то сделаем. Так, третий лишний, скажи. Третий лишний. Все, пока.